Друзья, всем привет! Спасибо, что пришли. Это наш авторский семинар с Анатолием Холодом. Кто не знает, знакомьтесь. Анатолий Холодов, мастер спорта, победитель всероссийских соревнований, призер. Мой компаньон, мы с ним вместе выступаем в лодке, также большой специалист по ловле именно кастинговыми катушками, снастями. И мы решили представить совместный семинар. Пожалуй, начнем с приятной новости. У нас открылся клуб «Спин Медиа». Добро пожаловать в наш клуб. Вступайте. У нас очень интересные условия нашего клуба. У нас один взнос в году и все соревнования. Взнос вы не оплачиваете. Мы будем проводить и береговые соревнования, где у нас будет спонсор, где за рыбу вы платить не будете, а будете просто участвовать практически бесплатно, как члены нашего клуба. Но это интересно, кому форелью береговые соревнования. Ну и лодочные соревнования. У нас в этом году стартует береговой лодочный этап. А на следующий год у нас планируется по два береговых этапа и два лодочных. Так что будет интересно, будут интересные призы. Будет это максимально смещаться в СМИ. Кастинг. Его плюсы, минусы, зачем он нужен. Потому что много версий, много точек зрения даже авторитетных спортсменов. Кто-то говорит, что это не нужно, кто-то говорит, что это вообще супер панацея. Вот недавно соревнование в Абхазии показало, что люди даже форель на соревнованиях ловят кастингом. Ну как бы это уже чуть-чуть из другой области. Области такого гурманства какого-то, эстетики. А мы, пожалуй, начнем. Анатолий, ну начинай. Значит, мульт это не панацея. То есть он всего лишь механизм, который исполняет, хорошо исполняет задачи, которые перед ним ставятся в определенных условиях. Всего лишь. То есть он должен просто дополнять те безнадзационные катушки, которые у вас есть, спиннинги. Ну и, соответственно, комплекта должно быть достаточно много для разных видов ловли. Есть много плюсов у мультов, есть много минусов. Вот на протяжении определенного времени мы будем рассказывать. Ну да. Мы выступаем на соревнованиях на лодке ПВХ. Все понимают, что ПВХ это не та лодка, где можно взять большое количество комплектов снастей. Но у нас всегда с собой есть как минимум два комплекта кастинговых снастей. То есть, преусловив, что у нас всего там 5 удилищ, да, наверное, в лодке. 5-6. Да, 5-6. На тренировке 5-6, а к соревнованиям, как правило, мы уже определяемся с четырьмя комплектами. Вот. И два из них, как правило, это кастинг. То есть он имеет место быть, у него реальные плюсы. И тут, я считаю, с этим не поспоришь. Вот. Ну давайте, пожалуй, разберемся, где нужен кастинг. И в чем его преимущество? Сразу, где есть кастинг, мы подразумеваем нагрузку. Нагрузка большая. Соответственно, и, как правило, удилища, и шнуры мы используем более мощные. Одно из таких явных плюсов, я бы, допустим, отметил кастинг, это, пожалуй, мы можем использовать более толстые шнуры практически без потери в комфортности ловли и в дальности ловли. У меня есть достаточно много примеров, когда со мной человек находился в лодке, имея одну и ту же приманку, ловя более тонким шнуром инерционной катушкой, не добрасывал туда, куда я делал забросы инерционной катушкой. Ну вот такие явные примеры. Ну, конечно, понимаем, что такое мощь. Я вам скажу так, что, допустим, при ловле к кастингам у нас в лиманах на мелководье, я не стесняюсь использовать шнуры 32 либра и больше. Я сомневаюсь, что кто-то ловит такими шнурами в лимане, да? Ну, скажите, кто вот максимально какой шнур использует в лимане, если вот ловит щуку? 32. 30. Инерционный или кастинг? Кастинг. О, кастинг, 32. Ну, а приманка какая? Вес приманки? Ну, беда 20-24 грамма. Ну, это тяжелая приманка. Ну, а кто ловит инерционными катушками? Какие шнуры используете? Андрей, какой шнур? Лучше качественное дарво. Емко. 18. Да, 18, ребята. В среднем, да, как правило, все используют до 20 либров. Глубины небольшие, дистанции лова небольшие, 18 либров. Я вам хочу сказать, что практически ни одна щука у меня не ныряет в траву, когда я ловлю кастингом. Я ей просто этого не даю делать, даже если это большая дистанция лова. У нас, конечно, есть исключение, когда у нас щука ныряла в траву, когда я ловил кастингом. Анатолий Холдов, у нас отработанная тактика, когда я удержу за ноги, он ныряет вот туда под траву, только слышу, как бульки с-под воды идут. Но это такое исключение. И щука была тогда у нас килограмм 6, наверное, если не больше. Но это вот когда реально не удержали. Но вот это тот случай, речаешь. А так, даже если щука 3-4 килограмма, практически всегда я ее удерживаю, не даю ей уйти в траву. То есть, одно такой большой существенный плюс, это, конечно, мощность. То есть, мощная катушка, силовая важная. Мы сейчас еще поговорим отдельно про передаточные числа и для чего и как они нужны. Поговорим и о минусе. Если упомянем, это, допустим... Доля, ну расскажи про настройки фрикциона, да? Да, по фрикциону лука ведь не будем. Конечно, однозначно он уступает безинтернационным снастям. Его не так легко отрегулировать. С ним сложно. То есть, достаточно часто катушки сейчас даже нового поколения идут без звука, то есть, без трещотки. С трещоткой все-таки значительно все проще. Вы слышите, сколько шнура сходит, вы контролируете процесс. Если нет звука, непонятно вообще, сколько у вас там стянула рыба, но если она крупная, к примеру. И вот в этом и заключается, в принципе, сложность. То есть, да, 32 либра, там можно затянуть в ноль и тянуть просто на глиссе рыбу. Премиум размера, то есть, надо 2,5 килограмма, это можно делать. В лимане это очень удобно. То есть, там фрикционно не так играет рор. Если мы ловим джига, рыба достаточно маленькая, там до килограмма, 600-700 грамм, ну уже начинаются проблемы. То есть, достаточно часто рвутся губы и так далее. В инерционке, там, конечно, гораздо удобнее, что там идет более тонкая настройка, поэтому более качественно ловить тонкими шнурами. Я думаю, наверное, обратили внимание, когда те же там босятники ловят дропшотом того же малорота, когда он уже деликатная тоненькая лесочка, там до 10 ливров, да, и именно ловит инерционка. Потому что, вот, настройка фрикциона, да, очень тонкая снасть, поэтому тут, конечно, не спорю. И, допустим, та же ловля форели, я считаю, что пока катушки технические, фрикционные, система фрикциона не изменится, ловить такую маленькую рыбу, как, там, окунь, форель, ну, не совсем, как бы, правильно. Потому что, если мы начинаем облегчаться и легчить снасть, то, соответственно, нужно и более тонкие настройки фрикциона. Еще можно дополнить. Есть один прием, очень интересный, особенно на крупной рыбе это проявляется. Мы берем, как можно фрикционно доработать без всяких там технических моментов. Мы отпускаем ноль в процессе уваживания. И шпуля у нас просто держится на пальце. И все настолько тонко, что, в принципе, мы здесь уже контролируем процесс максимально хорошо. То есть она стаскивает, это мы просто придерживаем, по новой собрали леску, опять придержали, опять вытащили. И все. То есть такое можно, нужно попробовать. У меня были рыбалки, когда джиговая была рыбалка, получилось, что я подбагрил сазана очень крупного. И вот его не было подсака, я принципиально не беру подсака. И руками было все это очень сложно сделать. И только за счет того, что она там держалась, получается, на двойничке совсем чуть-чуть, на чешуйке, все получилось, все хорошо. Да, еще один такой, так сказать, лайфхак по поводу фрикциона. Допустим, если мы уважаем рыбу, а фрикцион у нас отрегулирован, как мы считаем, более-менее оптимально. И у нас, допустим, на коротке происходит сильный рвок рыбы. На коротке это самое опасное, когда не отыграет ни удилище, ни фрикцион даже не успеет отыграть. То есть очень хороший способ это нажать, сбросить леску, это как байтранер получается на карфу катушки, когда мы сбрасываем. Здесь так же самое мы нажимаем педаль, удерживая, придерживая рукой, мы даем вот этот рывок стартовый, немножко сгасить. Гасим, слегка придерживая шпулю пальцем. Как только рывок заканчивается, мы начинаем вращать катушкой и сразу идет обратно, включается фрикцион и вся снасть. Но это такая тонкость, честно говоря, это настолько у меня доведено до автоматизма, что когда я ловлю, у меня даже в процессе уваживания, когда я сомневаюсь, что там рыба может сойти или плохо засеклась, я периодически все равно это сбрасываю, стравлю. И потом, значит, продолжаю дальше уваживание. Кто только пытается освоить мультипликаторную катушку, байкас, не выяснить. Но это проблема, то есть забрасывать нелегко научиться. Если вам кто-то рассказывает, что это все просто, сейчас 21 век, все сделано идеально. Нет, это неправда. Это позыв больше, наверное, приобрести, потому что освоение мультипликатора, ну, я и свои практики, да, Алексей, наверное, подтвердит, в течение года-двух, и даже после этого времени нельзя сказать, что я хорошо владею снастью. Действительно, если вы как американцы, да, как байсятники, профессионалы, там, с детства дали этот мульт, и они уже просто, у них механическая память настолько выработана, что бросают они любой практически катушкой, и все у них хорошо. То в этом случае, конечно, нужно готовиться к тому, что будут отстрелы, возить с собой скрепку или что-то подобное. То есть нужно будет распутывать бороды. Но все это уходит при определенном навыке и при должном внимании. Вот так, поэтому знаете об этом. Поэтому, да, и что касаемо обучения, как правильно осваивать кастинг, мы еще снимем отдельное видео. Вот. Но сразу хочу сказать, что сама теория тут, она выглядит примерно так. То есть мы начинаем от простого к сложному, от более легких, тяжелых весов на короткие дистанции, на более, и переходим дальше, уменьшаем вес и увеличим дистанцию лова. Еще, если говорить о катушке, то надо сказать, что именно балансировка удилища с катушкой намного лучше, чем у инерционной. Во-первых, это вес. Если мы возьмем достаточно легкую катушку, тот же стис, он весит там на 160, наверное, грамм. И нормальные нагрузки до 40 грамм производитель рекомендует. То есть мы возьмем инерционку, где без инерционки, где до 40 грамм катушка рассчитанная, так сказать, плюс, то там, конечно, вес будет другой. И, соответственно, балансировка в руке будет другая. Те же, допустим, 100 грамм, как минимум, будут плюсом. А если 100 грамм в течение дня кидаем и 3 дня рыбалки, то это уже в тонны выливается под конец рыбалки. Так, ну, еще вот то, что я хотел сказать, плюс, напомню, это балансировка удилища в руке. То есть нужно понять, что кастинга мы еще немножко по-другому держим. Вот Анатолий, я думаю, сейчас расскажет. Есть определенные нюансы даже в подсечках, когда мы ловим кастингом и ловим инерционной катушкой. Это мы даже покажем. Да, даже, наверное... То есть это тоже то, к чему нужно быть готовым. Если мы ловим инерционной снастью, то, ну, часто даже так мы подсекаем, все в порядке. Даже вот так подсекаем. Громче. Здесь зачастую, конечно, нужно упереться. Упереться, присесть и хорошо подсечь. Это нужно понимать. То есть если вы будете так сечь, ну, скорее всего, все получится, но качество со временем должно быть такое. То есть мы упираем сюда и сечем достаточно мощно. По басятникам это хорошо заметно. Ну да. Ну, у них, надо еще сказать, что у них и снасти, как правило, они ловят флюорокарбоном. Там немножко идет растяжимость. Мы все-таки ловим плетеным в основном шнурами. Поэтому у нас это меньше выражено. И у нас, кстати, поначалу, когда мы ловили в лодке, было немножко неудобство, когда, допустим, двое в лодке, места в ПВХ достаточно мало, а подсекание куда-то вбок надо с таким. И обычно, если Толик приседает, то я просто на носочки встаю, как бы, чтобы более такой мощный мах сделать. Анатолий иногда страдал от подсечек. Это очень актуально, потому что нужно дернуть ее из травы, поднять ее оттуда, хороший размер. Такой подсечкой не обойдешься. Да. То есть нужно мощно сеть, затирать ее и... Как правило, да, сечешь и сразу наверх, не давая рыбе нырнуть в траву. Но, если так, что касаемо техники уваживания, вот эта вот наша лиманная техника, она очень хорошо позволяет ловить в траве, причем не только у нас в регионе, но и на той же Волге. Зачастую видел, когда люди стояли, ловили в траве и просто спускали рыбу одну за другой. Это были соревнования российского, потому что неправильно техника уважена. Допустим, они подсекают там вот эти вот джиговые привычки, гасить там щуки, свечки и так далее. Но один раз загасил и нету рыбы. Ну, так что наша привычка все-таки выводить чуку на глиссер. Это очень во многом помогало нам хорошо ловить в той же траве. Так приходится всегда, что мы безинверсионную снасть сравниваем с предкастингом. Нельзя сказать, что разница какая-то сумасшедшая под активностью, но она есть. И она реально влияет. И вообще, ну, мое мнение, может быть, у Леши другое мнение, переоценить чувствительность снасти в рыбалке сложно. Потому что очень часто, очень часто мы не чувствуем, ну, там, чувствуем, точнее, 50% от того, что есть на самом деле. Поэтому с бейткастингом все немножко по-другому. Здесь кольца поменьше, леска лежит на бланке. В принципе, всегда снасть легче, чем безинверсионная. И, соответственно, тактильность выше. И при ветре, ну, однозначно можно сказать, что бейткастинг перебирает по информативности. Ну да, не так выдывает леску. Да, все прижато, нет никаких люфтов. То есть, все-таки кольца на обезонационных снастях, они от бланка расположены достаточно далеко. А в кастинговых снастях все прижато. Ну да, это хороший такой плюс. Можно еще сказать, что у нас, допустим, крайний самый, так сказать, джиговый по условиям ловли. А если мы, допустим, едем на ту же Волгу, и когда там сильно дует, реально рыба клюет очень деликатно или вообще там поддавливает приманку. Вот недавно были на Волге, снимали передачи. Я столкнулся с такой ситуацией. Дует сильный ветер, к обеду раздувается ветер, и к обеду выходит на бровочку кормиться судак. Вот там просто можно по нему часы сверять, приходить ко времени. И вот в один прекрасный день дуло, а клевал он настолько деликатно, даже не клевал, на 50% он поджимал приманку. Ну, мне пришлось ловить, кто знает, через дулю, через палец, все по разную технику называют. То есть мне пришлось становиться спиной к ветру, чтобы не так сильно поросило леску. Кончик удилища опускать в воду, становиться на корму, где не так болтает уже. И вот только в таком положении, наверное, из, там, не буду хвастаться, но из 10 человек, наверное, реально ловил одни я и там егерь, которые знают там особенности ловли на данном участке Волги. Так что преимущество в джиге, именно в ловле через палец есть. Безусловно, мы понимаем, что когда, допустим, леска проходит через кольца, через катушку, мы получаем информацию в руку через целую сеть колец, в бланк и так далее. Когда мы ловим, допустим, через палец, мы получаем напрямую. То есть напрямую, чем в руку, ну, я не знаю, информативнее. Если только будет удилище, которое может как-то усиливать резонанс, волну какую-то пускать, и в руку мы будем мощнее чувствовать поклевку. Но пока таких, насколько я понимаю, нет. И самое информативное, что можно себе представить, именно в джиге, это все-таки ловля через палец. И через палец мы точно понимаем, когда уже есть небольшой опыт ловли, куда у нас падает приманка. Это там ракушка, это песочек, это немножко заедленный участок, какая-то коряжечка была. То есть даже если там в водоеме попадаются редкие эти ракушечки, кто знает эти там, как беззубицы, да, правильно. То есть когда попадаешь на нее, ты четко понимаешь, что это была не поклевка, а именно вот беззубица, вот на нее упала приманка. Потому что ноги путают и начинают там безумно сечь, чувствуя, что это звонкое, жесткое ударило в руку. Так, ну это еще один плюс. Хороший плюс, возможность, которую дает кастинговая снасть, это применение флюорокарбона, нейлона, ну и иных гибридных, более растяжимых, нежели шнуры. Значит, на воблерах это явно отличается, игра другая. Ну, практически все другое. Единственное, этот плюс почему-то в России сильно не прижился. У нас, мы как-то все остро, привыкли к острым ощущениям, которые дают плетеные шнуры. И, ну, сам скажу за себя, очень сложно перейти обратно. То есть, ну, флюор и нейлон, босятники используют очень жесткие палки. И у нас в России сейчас это прижилось. У нас, ну, не знаю сколько там, 80% это такой универсальный стиль, но с акцентом именно на такую дубизну палки, так скажем. Вот. Но мы не учитываем то, что качество вываживания очень сильно теряется. Босятники это компенсируют как раз нейлоном, флюорокарбоном. Они не церемонятся, то есть они подсекают, и дальше процесс мощного вываживания. Здесь, если безинверсионную катушку взять и поставить флюор, там будут проблемы. Особенно в нормальных диаметрах, то есть 0,3. Всем будет понятнее. 0,3, 0,4 это уже, ну, неприменимо. Если мы возьмем кастинг, мультипликатор, мы на него все это намотаем достаточно просто. И у нас появится, как бы, ну, новая возможность понять. Потому что в воблеры закладывается все-таки игра именно на флюоре, либо на нейлоне. Вот так. На плетеной леске, ну, что-то теряется однозначно. То есть он менее красиво играет. И, возможно, уловистость ухудшается. Но мы этого не чувствуем. Ну, вот если кто хочет проверить, это сложно. То есть я пробовал, ну, тяжело. То есть получается какой-то резиновый вариант. То есть там все тянется, и информация не та. А вот это то, что мы к чему уже привыкли, от этого тяжело уйти. Ну, попробуйте. Очень хороший пример. Толя поднял тему вообще, что касаемо флюорокарбона или монофила, или плетеный шнур. Я для себя, допустим, опять же, вот мы говорим, есть плюсы, есть минусы у кастинга. Вот одно из минусов, что все-таки, если мы работаем с тонкими диаметрами, то это все-таки нужно инерционно, безинерционно катушкой. Именно потому, что это из-за тонких настроек фрикциона. Сейчас были соревнования в Абхазии. Я ездил достаточно успешно. Мы выступили там, заняли второе место. Я для себя эти соревнования всегда в Абхазии ставлю как хорошая тренировочная база. То есть можно, и, как правило, они проходят, это середина лета или осень, это уже после чемпионата мира или отборов в сборную. Потому что после таких серьезных соревнований появляются какие-то новые информации. В этом году я достаточно второй тур был запасным у Алексея Шанина в зоне. Я давно просил меня поставить запасным нашего тренера. Наконец-то мне выпала такая возможность, потому что я хотел понаблюдать, как ловят именно силиконовыми приманками, допустим, мировые лидеры. Я посмотрел, много было информации. И кто-то также ловил плетеной леской, кто-то нейлоновой леской. И у меня было много информации. Я для себя хотел все-таки уже поставить точку. Так все-таки для ловли форели на течении все-таки леска, нейлон, либо плетеный шнур. Я специально взял микроджиговую палочку, которая идеально, как мне показалось, подходила под те условия. И оснастил плетеным шнуром. Отдельно взял, допустим, такой комплект только с нейлоновой леской. Я хочу сказать, что с плетеным шнуром, если брать количество поклевок, я чувствовал больше. Но количество неправильно реализованных поклевок тоже было в разы больше. То есть с нейлоном я меньше чувствовал, казалось бы, меньше информации. Ты должен как-то, ну это хуже, ты не понимаешь, была поклевка, не была поклевка. Но именно в ловле вот такой деликатной рыбы, как форель, все-таки излишняя информация навредит. То есть если я в плетеной леске чувствовал контакт рыбы, и я предполагал, что она, допустим, там давал паузу, как кто знает, ловит окунь, иногда надо отдать небольшую паузу, чтобы он там доел окунь. По форели тоже имеет такая техника быть, но это зависит от активности рыбы. И с плетеной шнурами было очень много пустых поклевок и низкая реализация. Сходов, по количеству сходов на нейлон и на плетню было одинаково, потому что техника уваживания я уже примерно понимаю, как нужно вываживать, и, соответственно, я те недостатки плетеного шнура, я компенсирую техникой вываживания. А с нейлоном получилось, что все поклевки, которые я почувствовал, это все было в кассу. То есть я не чувствую, бывает форель просто бодает, приманку отгоняет. И вот информативность, она порой была лишняя. То есть она оттолкнула приманку, я это не почувствовал. Дал паузу, она развернулась, догнала, съела. Либо другая. То есть я с места, где стоит рыба, приманку не выдернул, думая, что она уже сидит, делая подсечку. Поэтому имеет место быть и нейлоновый леский, и флюорокарбон, и, соответственно, плетеный. Поэтому каждому свое место. Я думаю, что чем дальше будет развиваться наше рыболовное сообщество, тем оно более ярко будет выражено. Потому что в последнее время действительно стали доминировать везде плетеные шнуры, во всех видах ловли, и поглотили нас полностью с головой. То есть люди, чтобы как-то компенсировать нерастяжимость, начали более там лапшистые палки использовать. Но я считаю, что это не совсем правильное развитие. Продолжение следует...